В обед наступила весна, а до этого была не понять что. Плюс 3 градуса холодина. Вон на той стороне видно. Строительство не закончено. Я вот всё собираюсь с мыслями, но как бы мысли немножко будут не здесь. Убрали вообще скамейки. Вот если кто помнит, тут была скамейка, когда я снимал фонарики. Вот видите, этого уже нет. То есть бабло отмыто, скамейка убрана, всё обрублено. Вот так вот производится типа благоустройства. Заливание катков зимой. Да, были всякие подсветки для деревьев. Всё это убрали нахрен. То есть год оно провисело, вон обрубленные кабеля, если вот подойти. Я просто, я как бы уже не хочется говорить про то, что всё это вот как... Когда кругом говны, вот куда можно отпилить, потом распилить и потом это списать. И потом повторять ещё несколько раз. Ну вот сейчас специально иду я в том направлении, на пляж на бывший, чтобы показать то, что я видел утром, меня немножко так ужаснуло. Идёт съемка, идёт. Мега отмывалово, как оно происходит. Отсюда плохо видно. А, ну вот ага. Вот это мега отмывалово в этом. Иллюминат. На квадратный метр по фонарику, бляхо. Это натуральное закапывание, просто буквально Е. Средство. О, всё, яркмены вышли. Вот тоже отмывалово, пластиковые вот эти вот. Установить место нормальной травы. Хрен оттенец, бля. Под сталинские знамена закосить. Игрю, это форма общественной формации. Путинизм этот развит, он уже по степени Ханжуса переплюнул, всё что угодно. Вот, праздную победу. Раньше здесь был пирс, стоял трёхэтажный теплоход, который туристов возил. Сейчас вот, бухательная. Вот это победа, да. Теплоходов практически нет пассажирских. То есть, который ходил трое суток в одну сторону, двое в другую. По Амуру. Круизы разные, от пяти дней, от двух дней до пяти. Самый маленький был вечером. Вечерний комсомольский назывался. Это Амур сейчас малую воду. Вода очень маленькая. Минус пятьдесят сантиметров. То есть, всё, наголило сил там, всякие бетонки. А когда было наводнение, она вот сюда впритык подходила. А, вот под ту. Эта не была подтоплена, да, вот. Под самые, как бы, первые. Ну, есть у меня фильм про наводнение. На другом, правда, аккаунте. Очередной образчик. Спорт-кафе. Недовольно так посмотрел. Шашлычник. Спортмен-шашлычник. Ха-ха-ха. Вот этот вот просто безумный кисть, безумный дебилизм какой-то. Даже, сейчас, вопрос, что у этих людей в голове, которые, ну, просто так повисают в воздухе и остаётся вопросом. Ну, судя по наличию вот пластмассы этой, кругу вместо нормальных растений, отмыли бабла нехило вот на этом говне. Везде идёт, да, борьба с пивом, вот она идёт ударными темпами, путём уничтожения пива, кажется. Ну, общественное место, место отдыха, поэтому вперёд к спортивным достижениям, как вы видите. Вот это вот тоже ужас какой-то. Камней нарубили. Это как называется? Не, ну, как это? Эти, которые Ханыги на этом отбивают. Во, дизайнеры, дизайнеры, да, ландшафтный дизайнер. Хотя, вон, на той стороне можно глянуть, природа на сто лет, на тысячу, на сто тысяч лет вперед дизайн этого сделала. Ничего. Так. Вот такой, Нальча. Пустые причалы, они всегда пустые. Настала перестройка, так они и опустили. Сегодня почти штиль. Хотя был с утра ветер. Вот, речь вокзал. Изображающий теплоход, правда, труба у него дизайнерами повёрнута в другую сторону, потому что нос у него с той стороны, как бы, по замыслу. Ну, с этого все речники угорали. Ну, собственно, вот, появилось то, ради чего я хотел снять этот сюжет и зачем я сюда пришёл, да. Вот это хозяйство. Вот, что нам места пляжа тут приготовили. Хотя, конечно, на эти пляжи грязные не ходок, но народиство всё равно любит там, дети по песочку побегать там и так далее. Вот, что мы увидели. Вот, куда можно ухнуть не один десяток миллионов, чтоб их невозможно было потом найти. При этом, что никакой потребности, да, в этом нет, потому что Амур делает пляжи сам по себе. Ну, максимум тут баржу какую-нибудь подогнать ещё с песком дополнительно. Вот сейчас, как я говорил, малая вода, да. И вот, что тут творится. Вот, всё разломано. Ну, это, как бы, уже вполне естественная разруха. А вот это вот искусственная. Снесена старая набережная и понеслась вот что-то тут. Рыть, отстраивать. Без всякой, как говорится, функциональной, какой-то смысловой и так далее. Я, конечно, удивился, хотя... Вроде как. Живу недалеко, да, от берега. И вот, если вода прибудет, то она будет, ну, в хорошем уровне, где-то два метра плюс два с половиной. Под это всё будет. Подмывать. Ну, а сверху вид ещё ужаснее на всё это. Такое ощущение, как будто они решили строить подземный, подводный этот, туннель. А потом передумали вдруг. То есть, туннель туда, мост туда, туннель сюда. Лишь бы мимо народа это проходило. Мост на Сахалин, там, куда угодно. Вот это вот. То есть, стояла набережная 25 лет, никто не ремонтировал. Ещё 25 простояло. Гротешк такой, гротешк. На здравый смысл. Вот этот ужас. То есть, сейчас можно сюда ухайдакать бетону, столько списать, который, ну, понятно, куда пойдёт. Вместо нормальных дорожек в микрорайонах, вместо того говна, ну, которое вы видели, да, там, показывали. Взять вполне себе неплохую набережную. Расхеракать. Всё типа. Самое смешное, деньги могут неожиданно кончиться на всё это. Тем же летом, когда острая нехватка будет ввиду объективного просто финансового кризиса. Я, как бы, вот наблюдаю, да, что градус вот шизофрении, вот здесь вот тоже это всё, городский. Он, как бы, уже поглощает просто, как воронка, блях. Потому что, ну, как, откуда иначе брать джипы? Прощай, асфальт. И здесь вот этот абсурд, где опять камни. Опять этот пластик. Колумб. Ну, а весь прикол в том, что на этом месте высадились первостроители города, как бы, по легендам, да. Ну, вот, первостроители высадились, а эти раскреначили ещё с концами. И самое главное, конечно, поставить панель с рекламой. Ну, вот, чтобы обслуживать вот эти вот коррупционные урны и постаменты, которые поставлены просто даже не через 30 метров, через 10, вот тут вообще через 5 метров. То есть коррупционная стоимость вот этой всех херни, она зашкаливает просто. То есть, как отмыть много денег, увезти их из бюджета всех уровней, вот, чтобы в итоге появились дачки всякие там, дворечки там и так далее, джипчики. Ой, противно на это всё, как бы, рассуждать на это всё, ну. Великий юбилей, бля. А реально вот шагнул дальше, вот туда, на тот берег даже, нет. Вы видели, да, ну, за год ничего там, асфальт там не появился, он и в городе не появился. Я вот уже не хочу по этой проходить. Я хочу вот так вот, по-человечески пройти, где люди-человеки ходят, а не зомби. Где ещё, и вот это, а, вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, это как бы лишний раз доказывает, кто сдал чей карман, всё это, чьи грехи и чей карман, как говорится. Ну, вот и всё, ребят, вот и вся отгадка. Криптом к моему сюжету. Максимум, на что способен развитый путинизм, это вот. Это его верхний порог, как говорится, реальный. Ну, то есть, вот, по части быта. Ладно, заходить не буду, я могу сказать, что запах тут очень даже не это самое. Вот, вот и всё. Вот это вот максимум этой системы. Чтобы не было иллюзий, короче, у людей. Потому что всё остальное, это построено в эпоху самого, что ни на есть матёровой СССР. Застойного такого, вот этот вот выбитый асфальт, всё остальное. И как бы продолжать просто не хочется. Такая вот экскурсия по городу Комсомольск. Для тех, кто далеко особенно от него. Возможно, вам это интересно было. Спасибо за внимание каналу. Ставьте там, что ставите, пишите, о чём думаете. ПОДПИСЫВАЮТСКИ ОСЕРТОВАЮТСКИ 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 ОСЕРТОВАЮТСКИ